друзья всем привет понедельник обязательно будет завтра выпущу вторую часть про минивены про минивены уже отснято за выходные накопилось очень много автомобилей вот пригнали их в транспортную компанию и такие самые интересные автомобили это honda n-box honda n-box и внимание японский микроавтобус за 240 тысяч рублей я вам покажу но опять же разделим это на два видео поэтому ребят не забываем подписаться на канал не забываем обязательно поставить лайк кому нужна помощь хейтером тоже привет тоже пишите свои комментарии я уже к вам привык вот кому нужна помощь приобретение японского автомобиля помощь покупки в проверке автомобиля звоните пишите обращайтесь напоминаю проверка одного автомобиля стоит две тысячи рублей работа идет выходные автовозов что не было сейчас стоит 1 2 3 рабочий процесс уже в разгаре автомобили уже грузится так ну собственно вот он наш n-box супер кейкар сейчас мы его заведем прогреем выйдем с авторыночка и снимем более подробно что это такое за шикарный кейкарчик давайте приступим нашли недалеко от авторынка место сначала как всегда ребят внешний вид вы просто посмотрите на этого малыша согласитесь в него невозможно не влюбиться шикарный внешний вид обратите внимание на переднюю оптику туманки горят белым светом то есть что нам сразу бросается в глаза конечно же это просто огромная решетка и линзованные фары много хрома очень много данный автомобиль 2016 года выпуска с родным аукционным листом внимание действительно с родным найти автомобиль вот знаете чтобы он был целый с небольшим пробегом я скажу честно это практически нереально либо он будет стоить просто бешеных денег здесь идет сад на я это называю соотношение цена-качество до были нюансы по кузову зато пробег нюансы не страшные все совпадает с аукционным листом и так это кейкар такая знаете с виду маленькая маленькая коробчонка но с очень удобным большим комфортабельным салоном кейкар естественно это объем двигателя 07 по бокам у нас идет обвес стекло лобовое родное кстати данный автомобиль поедет в москву со светланы созванивались объяснила мне ситуацию то что искала очень долго не с мужем искали автомобиль вот что-то попадалось их покупали тут этот скинули на следующий день проверили вот и выкупили его выкупили вчера но вчера не было возможности поставить его в транспортную компанию ладно что мы ходим вокруг да около давайте с багажного отделения значит дверь широкая высокая в данный момент задние сиденья они отодвинуты до конца у нас имеется багажник что-то громоздкое сюда конечно же не положить но какие-то сумки пакеты с магазина вылезут есть небольшая ниша далее задние сиденья складываются можно сложить их с багажного отделения складываются вот так вот таким вот образом до спать здесь как бы особо не получится но тем не менее мы с вами получаем ровный пол электро дверь одна с левой стороны у японцев на всех автомобилях если идет электро дверь то она идет с левой стороны дальше ребят смотрите вот таким образом мы можем трансформировать второй ряд сидений прикиньте сколько здесь место знаешь наверно ну холодильник по высоте не влезет но печка и стиральная машинка запросто вообще что очень удобно второй ряд сидений он идет раздельный также мы его можем с вами двигать об вот таким вот образом это ну это действительно очень удобно ну и соответственно можем поднять поджопник с этой стороны дальше так ну давайте опустим второй ряд сидений подголовники повыше пониже но здесь здесь на два человека у нас ребят спинка она регулируется в двух положениях до 1 2 все больше больше никак но пойдем посмотрим сколько места коврик такой клево здесь лежит что касается посадки в автомобиль да вот я иду захожу раз об об в принципе сел я с двух раз до верху закрываем сразу хочется сказать то что нужно подрегулировать немножко подголовник оп вот вот другое дело ну смотрите сижу как в бизнес-классе пусть болен у меня слов просто нет ну прикиньте вы посмотрите сколько здесь место очень много места смотрите оп все как я люблю вообще замечательно потолок высокий места много света в автомобиле тоже много дополняют вот эти вот дополнительные окна сзади есть у нас подсветка подсветочка диодная идет также значит для удобства второго ряда сидений для удобства задних пассажиров подстаканник небольшой есть колонка даже есть ребят сейчас кто-то удивится да нифига себе дальше тонировка не нужна солнышко светит шторочки все вообще супер как надо так ну что тут еще показать есть у нас подстаканчик даже не подстаканчик а столик до единственному как бы наверное было бы удобнее если он как-то фиксировался да то есть он выдерживает так два килограмма здесь написано указано то что он выдерживает был буквально фиксатор до какую-нибудь об спиночку но в принципе тоже тоже довольно неплохо ну естественно автоматически стеклоподъемник обратите внимание который не опускается до самого конца с левой стороны то же самое ручки ну конечно да конечно же не хватает электро двери да здесь сидим то есть можем руку вот сюда положить можем подстаканник использовать за место подлоконника ну честно мне мне нравится у меня рост метр восемьдесят один не вообще вот просто супер супер комфортно ручку потянули и вышли с автомобиля не надо вот многие не знают да как дверь открывается берут там что-то дергают дергают ее не ломайте двери ребят все очень просто на себя дверь открылась бесключевой доступ повторители так со стороны пассажира здесь всем скажу не такой простой кикарда здесь такой по моднее как-то вот по добрее все смотрится что ли не только один пластик переднее сиденье у нас идут диванчиком два ключа вот ну естественно третьего человека мы сюда с вами посадить не сможем сиденье у нас ездит вперед назад посадка до посадка в автомобиль посадочка вот сели все вообще отлично давайте разбираться с местом с местом для пассажира так что немного себе подрегулирую вот ну что сказать мне кажется как-то вот знаете на первом ряду если я вот ну коленочку коленку вот так туда да я буду с водителем немножко вот соприкасаться вот так но опять же люди по-разному могут сидеть да я сужу именно по себе вот но я не считаю это я не считаю это за минус в автомобиле также где вот такие вот книжки так черно можно положить ничего туда нельзя положить подстаканник не знаю что за можно положить почему сюда пока положим вот раз два . пластик такой знаете идет более-менее мягкие тоже вот стекло до великолепно все видно вот эти зеркала это не для пассажира это для водителя широченный высоченный козырек солнцезащитный есть подогрев розетка 12 вольт ну и снизу тоже такого плана вот полочка имеется вот там бардачок ну как бы все все по стандарту да так посмотрите на меня еще раз да и просто прикиньте вот размеры автомобиля допустим по той же самой по той же самой высоте все вот из внешнего вида летняя резина штатное литье фондовская собственно сам силовой агрегат который тянет наш автомобиль узнаете он в сумерках смотр будет смотреться просто шикарно реально именно в сумерках не ночь а вот сумерках все очень просто так дальше дальше посадка водителя тоже очень удобно и здесь у нас дополняется 4 стеклоподъемника центральный замок складывание зеркал соответственно их регулировка кнопка открывания левой двери ее можно выключить она будет открываться вручную открытие капота открытие бензобака отключение антиюза складывание зеркал автоматическая то есть это дело можно отключить дальше ребят руль идет обычный пластиковый мультируль который у нас работает вот торпеда та же самая дуйка подстаканник управление значит дисплеем пробег на автомобиле 64000 это родной пробег родной пробег и вот идет родной аукционный лист замена капота окрас передних крыльев замена передней левой двери окрас задней левой двери ребят но я говорил да то что целый автомобиль с таким пробегом он будет стоить очень бешеных денег реально очень бешеных денег японский регистратор здесь стоит тот же самый солнцезащитный козырек здесь удобная вот такая вот штука туда можно какую-нибудь бумагу засунуть подсветка также можно перевести на двери когда двери открываем подсветка загорается двери закрыли подсветка у нас со временем потухает подлокотник который вы уже видели ну и в подлокотнике вот такая вот штука единственно знаете что мне не нравится но честно мне некуда здесь положить телефон ну некуда то есть сюда не могу здесь болтаться будет здесь как-то ну неудобно вот серьезно какую-нибудь надо штука наверно мастерить дальше центральное табло да куда сводится информация в принципе в принципе удобно ну я имею ввиду то что знаете ну это вот туда углубленная поначалу мне казалось то что как-то видно не будет под рулем у нас тоже есть какая-то ниша руль значит ребят регулируется у нас по высоте по вылет он не регулируется если в сиденье можно поднять сидушку наверх узнаете в принципе сейчас сижу да нет нога у меня будет в таком положении с левой стороны сидел нога наверно по моему где-то вот до сюда находила то есть принципе в принципе нормально так ну вроде бы все сказал до 07 про расход топлива в данный момент я вам сказать не могу опять же знаете что касается раз давайте наверно поедем потихонечку да заодно посмотрим как едет автомобиль на водяка проезжай все зависит от местности все зависит от того как вы будете ездить на автомобиле много нюанса кстати вот мы находимся на авторынке внизу авторынка и вот здесь строится вот целый целый микрорайон строится все так красиво аккуратно квартиры дорогие очень дорогие квартира управляемость великолепная то есть я автомобиль чувствую по габаритам отзывчивость на руль тоже идет шикарно подвесочка отрабатывает вот даже по грунтовочке едем подвеска справляется с грунтовкой на ура в автомобиле довольно тихо то есть неплохая шумоизоляция мне нравится такой автомобиль очень нравится от гора у нас есть давайте в гору создадим посмотрим как едет понятно то что это там не turbo forester да но тем не менее я думаю до сотки доедет не ну идет 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 гора на камеру как бы вам не особо видно будет поверьте но уклончик здесь такой хороший идет на гору он дядька там едет на бетономешалка не получится мне разогнаться сильно но до соточки дошел власти к разоге если бы разгонялся вот ладно я думаю достаточно да будет сейчас автомобиль поставлю в транспортную компанию напоминаю проверка перед покупкой осмотр одного автомобиля стоит две тысячи рублей привет две тысячи рублей автомобиль когда ставим в транспортную компанию заключается договор с транспортной я буду отправитель там будут все мои паспортные данные привет здорово с людьми будут мои паспортные данные будут данные транспортной компании будет договор и у вас будет опись автомобиля вот поэтому кому нужна помощь ребят не стесняйтесь звоните обращайтесь единственно большая просьба не звоните по ночам и потом не обижайтесь то что что ночью вам никто не ответил на сегодня все всем спасибо кто досмотрел до конца обязательно комментируйте видео хейтеры тоже комментируете подписывайтесь на мой youtube канал всем пока до новых встреч